Я не знаю, как относятся жители Западной Украины к людям, которые приехали из Восточной Украины, говорят на русском языке, чувствуют ли они, что на них такой наезд переселенцев Януковичей пришел, рады ли они им, я не знаю, если честно. Многие говорят, что они сочувствуют, переживают, некоторые смотрят, молчат, кто-то не молчит, тоже что-то говорит. Сложно понять общую психологию города, если у каждого, в принципе, каждый человек, это личность и индивидуальность, и какой в городе в общем настрой. Я думаю, что все, кто приехали, все местные жители, они бы хотели, чтобы эти местные жители, как бы, попытались побыстрее превратиться в местных жителей, в том плане, что у них бы стала такая же самая культура, такие же самые привычки, ну, как сказать. Насколько я поняла из жизни вообще в Украине, в Мариуполе, что люди не любят тех, кто отличается хоть чем-то, они любят людей на себя похожих, с общими интересами, с общими взглядами на жизнь, чтобы было о чем поболтать, о чем куда-то сходить, иметь общие взгляды на некоторые вещи. То есть, по сути дела, даже не в языке. Люди могут говорить на разных языках, но они должны иметь общие взгляды на вещи. Это, наверное, основное, основное из всего, что происходит в жизни, чтобы поладить двум людям, или двум разным социальным группам, или двум разным городам, или двум разным культурам. Я тут уже целый час пытаюсь сформулировать мое отношение к украинскому языку. И все выходит в таких смешных фразах, ну, типа, если бы все наши проблемы заключались в украинском языке, а не в снарядах, которые у нас летят, проблем бы у нас не было. Вот это называется коротко об украинском языке. Проблема в том, что снаряды летят, а не в том, какой у нас язык. Но снаряды, видимо, летят то ли от языка, то ли еще от чего-то. Если долго слушать телевизор, да русский, да украинский, то можно показаться, что ты сейчас выходишь такая вся на улицу, а там прям дикий запад, у тебя вокруг рабовладельчество, негры, Америка, где-то там Лас-Вегас, Нью-Йорк, и негры в рабстве, у них права голоса нет. Ну, точно так же здесь. Кажется, что если ты заговоришь на русском языке посередине западной Украины, то на тебя так вся зырка глянуться, и там обслуживать перестанут. Да, таблички висят, что они не обслуговывают клиенту, який балакует на мове оккупантов. Но по сути... По сути, с кассиром вообще мало кто разговаривает. Знон говорят, будь ласка, дякую, скільки з мене. То-бто, якщо людина на виду такой мелочи как бы начинает выёбываться, то в принципе это... Ну, как сказать, когда мы приходим, допустим, в Лиссабон, или, я не знаю, в Стокгольм, или в Лондон, мы тоже говорим кассиру на его языке, чтобы кассир что-то понял. Я отношусь к этому так, что если человек всю жизнь с детства говорит на украинском, то для него это точно так же, как для меня, человек, который всю жизнь с детства говорит на русском. Это его понятный язык. В принципе, я понимаю на русском, они понимают на украинском. Если кто-то так выпендривается, как будет, то, наверное... Наверное, для этого есть какие-то внутренние причины. Ну, и поскольку я не хочу во всё это вникать, то мне лично проще просто сказать что-то на украинском языке. Типа... Я не вникаю в эти распри, когда человек с пеной урта доказывает на кассе, что вот он хочет говорить здесь по-русски. Дальше, если брать ситуацию с моим пониманием украинского языка, то когда, допустим, я сижу в спокойной ситуации, смотрю телевизор или разговариваю о чём-то, на меня ничего сверху не давит, то я, в принципе, могу высказаться на украинском, потому что я получила образование, писала дипломы, всё это тоже на украинском. Но когда я выбежала из горящего Мариуполя, скажу так, то, в принципе, у меня в голове не было мыслей, у меня не то что слова украинские повылетали, у меня повылетали из головы слова, которые я и по-русски знала. Мне хотелось показывать тупо пальцем и говорить, а, кто горит, или а, где вода. То есть я как бы даже, ну, как сказать, я не думаю, что это очень корректно, даже с позиции психологии или чего-то ещё, требовать человеку, который всю жизнь прожил в Донбассе или говорил на русском языке и требовать с него, чтобы он в критической ситуации говорил по-украински. То есть, как сказать, даже Центр экстренной помощи в Нью-Йорке или там в Канаде, он оказывает помощь человеку с переводчиком на языке, который человек понимает. То есть человек выбегает из горящего Мариуполя не для того, чтобы, в принципе, определяться на русском, он будет говорить или на украинском. Это очень большой такой шок, который человек переживает, просидев там в подвале три недели, две недели, или там питаясь очень мало, там два-три печенька в день, или стакан чая из грязной посуды. То есть с постоянными обстрелами. Я не знаю, как это сформулировать. Наверное, вопрос языка, он относится к людям, которые живут в мирной Украине, которые ещё ни разу не переживали обстрел. То есть я сидела в Украине, в Мариуполе в украинском, и я слышала, как водит сирена ещё в феврале месяце, когда у нас была тревога. Но когда водит сирена, это просто такой вой на горизонте. Когда у тебя реально отключается газ, свет, вода, и не на один день. Когда выбиты все стёкла, когда на улице мороз минус 10, и так человек живёт месяц. То, в принципе, языковой вопрос отходит вообще на такую далёкую-далёкую полочку. И оно совсем неинтересен, этот вопрос. Вообще никак. Больше интересно, где достать воды, что завтра кушать, как не попасть под обстрел. Поэтому я думаю, что чисто по-человечески, зная, что весь Донбасс и вот эта вся территория разговаривают на русском, и учитывая, что все эти люди вылезли из очень больших обстрелов, можно как бы, ну не знаю, может быть на пару месяцев не так уж сильно давить с этим языком. А там, глядишь, если везде все говорят по-украински, то, может, люди сами начнут перенимать этот язык. Я не знаю, я отношусь к этой ситуации вот именно так.